В Могилевском областном суде рассматривается сразу несколько громких уголовных дел, и по одному из них днями вынесен приговор. Два могилевчанина признаны виновными в убийстве предпринимателя. Год назад они убили человека и закатали тело в бетон в гараже. Звучит страшно, в духе детектива из лихих 90-х, но это суровая криминальная правда. Две недели пропавшего без вести искали родственники, милиция и даже экстрасенсы и нашли. Все подробности о том, как раскрыли и довели до суда громкое дело у нашего корреспондента Натальи Ильинич. Май прошлого года во всех социальных сетях и СМИ появилась информация. Пропал могилевский предприниматель Юрий Горенич. Мужчина ушел из дома в халате и тапочках. Его искали милиция, родственники, друзья. К поиску подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел». Честно, отчаяние было настолько такое уже, но надо было набраться сил, потому что человек пропал и надо было его найти. В те дни они прочесали вдоль и поперек Печерский лесопарк, осмотрели в окрестности все кладбища, обратились за помощью к экстрасенсам. Все они в один голос утверждали – пропавший жив. Лишь только одна прорицательница из Могилева сказала – мужчину убили. Показали фотографию те, кто мог это сделать. Она сказала, что они сто процентов, говорит, даже смотреть не буду. Я знаю, что это сделали они. И говорит, ищите где-то белая стена. Белая стена – это, как оказалось, погребальная яма в гараже. В совершении преступления под подозрение попали два приятеля убитого. Позже, в ходе следствия, они признались – убийство было спланировано за два месяца до его совершения. Подельники даже рации приобрели для общения. А белая кирпичная стена, о которой упоминала экстрасенс, была стеной гаража одного из обвиняемых. Здесь, под слоем бетона, в смотровой яме, милиционеры нашли тело убитого. Пришли они избитые с монтировкой. Роли, по сути, разделили. И убийство совершали совместно. Основной мотив данного преступления – это корысть, который, в принципе, сыграл свою ключевую роль в совершении данного преступления. Парадокс, но семья убитого Горенича и семья одного из обвиняемых в убийстве жили под одной крышей. Этот дом они приобретали вместе, а потом не могли поделить недвижимость. По словам правоохранителей, это и стало причиной преступления. Именно в этом доме, на втором этаже, где ночевал Юрий Горенич, сыщики нашли маленькое пятнышко крови. Следы крови были найдены и в автомобиле одного из подозреваемых. Следует отметить, что на том этапе автомобиль уже был подготовлен к разбору и покраске. Что указывает на то, что его хозяин и лица, причастные к совершению убийства, пытались замести следы преступления. В ходе следствия один из обвиняемых пытался взять на себя вину за совершенное убийство. Но правоохранители доказали – к убийству причастны оба. Обвиняемых суд признал виновными в разбое и убийстве совершенным группой лиц. Кроме того, одного из них признали виновным в краже и хищении. Суд обязал возместить потерпевшей стороне причиненный моральный вред в сумме 200 тысяч рублей. Выводы о законности приговора мы будем делать только после того, когда ознакомимся с содержанием данного судебного постановления, а также будем ознакомлены с протоколом судебного заседания участия наказания. Оно практически совпадает с позицией государственного обвинения и нареканий. По крайней мере, на этой стадии у нас не вызывает. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Обвиняемых есть 10 дней для того, чтобы обжаловать его вышестоящей инстанцией. Им я желаю только одного – той же участи, которую заслужил мой муж, наверное, по их умыслам. И это не единственное громкое уголовное дело, которое рассматривалось Могилевским областным судом. Сейчас в производстве находятся еще два. По словам служителей Фемиды, в конце мая-начале июня они вынесут приговор так называемой Бобруйской банде Молнера. На скамье подсудимых 30 человек. Им инкриминируют вымогательство и незаконные сделки с недвижимостью. Не за горами и приговор по делу черных риэлторов из Могилева, которых обвиняют в похищении людей и убийствах. Продолжение следует...